Я рада вас всех приветствовать здесь. И первый вопрос. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, по линейке. Я благодарю вас за сердечко. И прошу написать, как меня слышно? Насколько хорошо? Ага, десяточки. А остальные? Угу. Вы знаете, вот у меня на 100. Я проверяла, как бы все хорошо. Если у кого-то... Увеличьте у себя громкость, пожалуйста. Потому что у меня все на 100%. Поэтому перезошла с того браузера, где действительно очень хорошо слышно. Ну, напишите, пожалуйста, из какого вы года, из какого вы города. И поработаем давайте. Вы устали, немножко пошевелимся. Можно, знаете, так сесть-встать, сесть-встать, поприседать. И просто-напросто напишите, из какого вы города и сколько вам лет на самом деле и насколько вы себя чувствуете. А я буду загружать презентацию. Угу. Очень хорошо. Ну что, у нас сегодня, так как я световой косметолог, тема, все, о чем мы будем говорить, будет подходить к тому, что нам дает и в чем нам, в каких аспектах жизни нам помогает световая косметология. Потому что световая косметология, вот для меня, это здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Когда человек здоров, он молод, красив, весел, удачлив и, конечно же, он по-жински сейчас. Вижу. Москва, 53, 35. Сталин, 67, 60. 55, 20, 35. 62, 25. Кармиаль, Санкт-Петербург, Тяна. Да, Алла, все понятно. Девочки, работаем, двигаемся. Время, да, у меня вот 11 час, но это нормально. Я полуночник. Очень хорошо. Я не просто так вас спросила про этот возраст, потому что это тоже важная составляющая, и мы об этом будем говорить. И, конечно же, вот световая косметология, о которой мы сегодня немножко коснемся, я думаю, что я о ней много говорить не буду, но много интересных таких фишечек вам приготовила. И действительно, световая косметология, она сегодня, как бы с 2007 года медленно, но верно шагает у нас по нашей планете. Это потрясающие энергии. Они настолько вкусные. Они просто завораживают. Я влюбленная в эти энергии, и мне хочется их и дарить, и я делаю подарков очень много, и сегодня будет подарок. И хочется, конечно, этим пользоваться, потому что этому обучать, потому что это действительно просто волшебные магические энергии. И, конечно же, это световая косметология, она, конечно же, направлена и на здоровье, и на моложение кожи, и всего организма в целом, и именно на клеточном уровне. И поэтому, конечно, каждый из нас замечал одну вещь, что наши внутренние ощущения, само из себя, и наш внешний вид, они разные, они разница. Мозг не стареет. И даже в 80 лет женщина себя чувствует и помнит молодое красивое. И у нее молодые мысли. А вот промежуток этот за счет световой косметологии как раз можно сократить и приблизить наш биологический возраст к нашему внутреннему возрасту. И вот световая косметология это супер как делает, потому что это самая высокочастотная энергия нашего времени. Частота вибраций дворца 9-9-9. Она вообще человек становится сам дворцом. Он получает эти энергии, его тело начинает вибрировать на очень высоких энергиях, клеточки перестраиваются, и запускаются механизмы именно оздоровления, омолаживания. Клеточки перестраиваются на очень высокий уровень вибрации. И, конечно же, световая косметология, она действительно сжигает ген старой сверки и активирует ген молодости. И, конечно, вот женщины, кто эти энергии уже принимал, они оценили это все, потому что это действительно, это вкусно, это красиво, это здорово, меняется облик абсолютно. И, конечно же, вот высшие силы очень заинтересованы, чтобы люди были молодыми и долго жили. И, конечно же, актуально заботятся больше всех о внешнем виде. Ну, конечно, женщины. И, конечно же, мы женщины всегда хотим выглядеть молодо, красиво, внутренне, гармонично, и это нормально, потому что возрождение женщины, это вообще, женщина всегда как основная движущая сила эволюции. Ее заряды энергии значительно выше заряда мужчины. И, конечно же, она может все, женщина вообще может все. А еще со световыми энергиями, ну, это просто женщина, которую практически невозможно победить во всех аспектах нашей жизни. И, конечно, вот источником эмоции счастья всегда были женщины, и если женщина несчастна, то ей вокруг весь мир становится несчастливым, потому что она умеет как бы закатывать маленькие скандальчики, и она умеет просто-напросто портить отношения и настроения всем, если не укропается, и не его испортят. Потому что, или, допустим, те же самые его величества стресса, или плохой вид внешний, что-то женщину внутри растет раздражение, и она, естественно, все это вокруг себя накладывает в свои отпечатки, потому что она это все приносит в дом, в мир, в отношениях. Так вот, световая косметология, кроме ресурса молодости, она дает как раз устояние и ресурс для счастья, радости, улыбок, хорошего настроения, причем всегда. Поэтому, поэтому вот это такая вещь, что просто, я очень рада, что вы здесь, что вы слышите об этом, я хотела бы, чтобы каждая женщина стала световым косметологом, поэтому, потому что это женщине просто необходимо. Ведь женщине нужно быть восхитительно неправильной для окружающих и абсолютно уверенной и счастливой для себя. Поэтому, вот какая роскошь быть не моден, и жить ни на кого не глядя, и одеваться по погоде, не ради взгляда встречных дядей, простых не побояться дурой, не прибавлять платформы роста, не подгонять свою фигуру под 60 и 90, веселый быть и сумасбродный, зевать, поль станет слишком скучно. Какая роскошь быть не модной, а быть самой собою, штучной. Девочки, как меня слышно? Я смотрю здесь тысяч, что меня слышно не очень хорошо. Вот Лариса меня плохо слышит. Может быть, Лариса перезайти на другой браузер или все поставить до уровня 100. У меня все на 100. Ну вот, пожалуйста, Лариса, попробуйте или перезайти, или что-то у себя там подведать. Ну, я тогда ничего не могу сделать. Я сама ничего не могу поменять, к сожалению. Будет запись. А энергия, когда я буду проводить сеанс энергетический, ее не обязательно слушать. Просто намерение, что вы принимаете и вы получаете. И, конечно, женщина, как все говорят, это действительно удовольствие. Удовольствие для мужчины. Удовольствие для женщины. Удовольствие для детей, внуков, братьев, сестер. Потому что взгляд тела, вот оно все. Когда истинная женщина, она улыбается, у нее улыбка застыла в уголках губ. Она дрожит, глаза сияют. Вы такая женщина? Потому что, действительно, женщина должна быть наслаждением, сокровенным желанием для мужчин. А ведь в Китае, вот древняя мудрость, гласит, что для женщины есть только одно самое важное дело в жизни. Которому она, в общем-то, должна учиться с детства. Вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. Это ее предназначение. Для мужчин она является родником живой воды. Потому что, и он к этому роднику возвращается снова и снова. Потому что из пустого колодца напиться нельзя. И поэтому женщина должна быть, конечно же, нестеркаемой энергетическим источником радости, красоты и света для всей своей семьи. И поэтому, конечно же, каждой женщине важно знать, что она прекрасна. И умный мужчина, который рядом с ней, он знает, как поднять женщине настроение, чтобы она стала еще прекрасней. И поэтому, потому что ведь, чем больше мужчина заботится о женщине, тем лучше и краше цветет женщина. Тем более она наполняется энергией. А мужчина приходит к этому источнику, наполняется энергией и приносит ей и ее ногам все блага мира. Потому что мужчина, в общем-то, любит не саму женщину, а он просто-напросто любит свое состояние с этой женщиной. Потому что ему, вот я и дальше буду говорить об этом, ему нужно снова и снова возвращаться к ней, как к тому живому источнику, чтобы стать еще более удачливым. Потому что женщина дает мужчине энергией, чтобы он был тем охотником, который сам удачливый, который приносит по 10 мамонтов. Ну и вот так, по чуть-чуть. И вот, конечно же, когда женщина, девушка влюблена, а не важно влюбляться, когда у любви нет возраста. И поэтому мы все девушки, не важно сколько нам лет, мне, допустим, 66-й год, ничего страшного в этом нет. Я себя чувствую молодой, здоровой, красивой, любящей и любимой. И это очень хорошо. И поэтому влюбленные женщины, они по-другому смотрят на мир, у них восправлены плечи. Они просто брызжут, из глаз брызжут искры, они другие. И, конечно же, привлекают внимание всех окружающих вокруг нее. И, конечно, когда женщина одна идет по улице, вот в таком состоянии, конечно же, на нее обращать внимание и не только свою мужскую, и чужую мужчину. Потому что мужчины все в глубине души хотят быть любимыми. Просто они не умеют их так воспитывать, что они не показывают свои эмоции. Они стараются не показать это все, потому что у нас принято почему-то считать, что мужчина плакать не должен, он не должен переживать, потому что он должен быть сильным мужчиной. Он солдат. Ну, не знаю, я не совсем согласна. Мужчина тоже обязан и должен, может показывать свои эмоции. Так что будьте влюблены. И тогда у вас действительно, вы станете магнитом, тем магнитом, тем источником, которому возвращается опять и опять. Ну что, вот опять-таки еще раз про любовь. Вот все говорят про любовь. Что же это такое за состояние? Конечно же, это вообще потрясающее состояние, когда хочется двигать в город, хочется прыгать, бежать, бегать и просто любить весь мир. Потому что влюбленный человек, он любит весь мир. И у него одно только желание, чтобы рядом с ним был объект его любви. И естественно, что это ряд ощущений опять-таки связан с конкретным человеком. И с другими, ведь ничего у нас подобного не возникает. Мы любим кого-то конкретного и с ним нам хорошо. Нам хочется чувствовать его тепло, его взгляд, его состояние. И хочется быть с этим человеком. И то есть любовь в первую очередь это наделение значимого человека из общего окружения. Но вот самое интересное, что все, наверное, знают, что когда возникает любовь, то возникает еще очень мощный уровень привязанности к этому человеку. Вот как ребенок. Маленький ребенок, он тоже, кстати, по запаху определяет свою мамочку. И он тоже полностью зависит от своей мамочки. И он тоже привязан к ней. Мужчины и женщины, вот женщина особенно, она, конечно же, тоже привязана, но она может быть без этого человека. То есть она может жить. Но вот этот самый высокий уровень зависимости, когда возникает у женщины, почему говорят, что женщине не нужно показывать свою влюбленную хотя бы первые 3, 4, 5, 6 месяцев. Не нужно показывать, что вы от него без ума. Что вы просто без этого человека быть не можете. Жить не можете, дышать не можете. Что вам просто плохо, потому что, потому что, вот, это действительно вот эта зависимость, которая возникает. И мужчина, и очень часто, и мужчина, и женщина этим пользуется. И поэтому и очень часто, вот таким человеком, конечно же, легко управлять. И очень часто вот эта возникшая зависимость приносит дискомфорт и боль. Очень часто. И поэтому любовь, это не просто состояние, обличение, которое, в общем-то, возникает на базе сексуальных возбуждений. И мы начинаем защищаться, и как бы у женщины автоматически снижается порог сексуальной возбудимости. И самое интересное, что, когда женщина прошла вот эту боль, вот эту зависимость, и когда она столкнулась с подобным тем, что она не могла работать, учиться, у нее поднималась температура, она теряла аппетит или, наоборот, очень много ела. И вот очень многие выстраивают защиту. То есть они не хотят, куда еще раз, если однажды побывали. И вот именно этот самый фактор как бы останавливает воле взрослых людей влюбляться. Потому что это защита. Защита от зависимости и защита от людей. И поэтому, конечно, защита от всего этого и показывает, и делает женщину недовольной, и раздражительной. И она с этим ничего не может поделать. Она просто перестает радоваться вообще жизни. И как бы считает, что она не живет, а проживает свой срок, свою жизнь. И вот цветовая косметология как раз дает, я уже говорила, что она приносит радость. Она действительно, человек вдруг ни с чего. Он стал, вот он получил один сеанс, а у него же глаза горят, ему хорошо, и он просто-напросто чувствует, какая-то внутри его раздражает радость. И никуда от этого не дерзко. И это же очень здорово. Так вот как раз она дает как раз ту защиту, чтобы и помогает восстановить нормальную жизнь. И вы уже спокойно начинаете сами управлять своей жизнью. И получать от нее вот действительно максимум. И, конечно же, вот первое, это защита, поменять защиту, о которой я сейчас буду говорить. Это как раз защита, это как раз ключи. И потому что вообще человека пугает зависимость. Или боль, которую он получает в результате зависимости. И когда мы выбираем эту боль, пропадает зависимость. И любовь остается, но зависимости-то нет. И вот, конечно же, очень хорошо, я просто сама была просто восхищена вот этими моментами. Вот три ключа, которые действительно возвращают человека самому себе. Просто, неважно, мужчина ты или женщина. Потому что это самая лучшая защита. Потому что как только человек уверует в то, что в его жизни, без его участия, ничего произойти не может, вы можете сами управлять тем, что вы делаете в своей жизни. Потому что единственное, что вы смотрите, вот если кто-то верит, что вот во всем, что происходит с ним, виноваты внешние пасторы, то приехали. С этим ничего сделать невозможно. Потому что мы можем кривать, плакаться, плакаться всем подряд, там, братьям, фёдрам, мамочке, подружкам, чтобы пусто, горько, что никто не любит и всё прочее. И женщина просто попадает в депрессию, в какие-то такие апатичные состояния, то есть у неё возникает жизненная апатия, ничего не хочет делать. То есть она приходит к такому состоянию, что любви просто нет. И в первую очередь она приходит к тому, что не любовь так не идет, а вторгает она себя и не любит она себя. И самое интересное, что совершенно невозможно понять, как это и что-то происходит, и как выйти из этого завтра, потому что, ну, потому что, вот это действительно всё сложно. И отношения мужчины и женщины, это, казалось бы, всё просто. Ну, как это всё сложно. Весь интернет рассказывает, как нужно построить отношения, как нужно выйти замуж, там остаться, и всё у вас хорошо. Но вот эти, вот их шесть ключей, вот сейчас я говорю о трёх ключах, и подумаю, дать вам три ещё ключа или нет. Ну, это вы захотите. Вот захотите, я дам. А пока я даю, вот пока вот эти три ключа, но основной здесь, вот тот, который, что всё, что ты делаешь, ты делаешь только ради себя. Потому что управляющий ключ ситуации заключается в том, что вот вины никакой нет. Вы не виноваты в том, что с тобой это происходит, потому что ты сама этого захотела. И вот когда вы начинаете рассматривать всё, что с вами происходит с этой позиции, вы начинаете понимать, что всё, что вы вытворяете, вы и получаете, потому что вы сами этого хотите. Ведь женщина, она или творит, или вытворяет. Только два, больше ничего. Но это, конечно же, относится и к мужчинам, потому что они тоже, они тоже любят, как ни странно. Так, и вот смотрите. И просто нужно задать самой себе вопрос. А что же я делаю? Так или не так, чтобы со мной именно это произошло? И вы сразу начинаете видеть. Простой вопрос. А вы сразу видите ответы на него. Ага, я это не сделала, то неправильно сделала, то не так сказала, то опять полезла. Простите, в кавычках, здраво. Но, вот смотрите, все женщины знают, что самое простое, самое лучшее, мужчину не дёргать. Вот он ушёл на работу, да пусть он работает. Но мы знаем это, мы постоянно дёргаем. Ой, звоним, ты это сделал. Ой, а вот это вот, ой, а ты по мне не скучаешь. Ой, а я вот это самое. И начинается. Мужик, конечно, на то и приходит просто разорожённый. Потому что он получает, что на него, на деле, просто его скрутили, и задыхается. И когда мужчина начинает задыхаться, и женщину тоже. Хочется свободы. Потому что, когда человек свободен, он никуда не уходит. Но мы, зная это, мы держимся всеми такими канатами, скручиваем мужика, и у него одно желание сбежать. Сбежать, потому что он задыхается. Потому что для него свобода, это всё. Поэтому, поэтому, конечно, вот ещё есть очень интересный момент, который, просто вот у меня муж, когда я ему сказал, он так смотрел на меня, а потом, вдруг, вот сейчас, это уже раз, где-то, наверное, чуть больше двух недель, я просто чисто случайно увидела это в полдивизовом, в художественном фильме, не знаю, как он называется, сожалею, потому что я увидела концовку. Но концовку ту как раз, о чём я сейчас вам буду говорить. Потому что это была просто фантастика. Потому что, вот смотрите, когда мы очень сильно удерживаем кому-то, то человеку хочется, ну, мы говорим так, я тоже женщина, мы удерживаем мужчину. и он не свободен, и ему хочется вырваться на свободу. И, естественно, он просто-напросто старается уйти, и очень часто происходит так, что, ну, по разным причинам мужчины уходят. Но чаще всего бывает так, что от неумелого поведения первой половины. Потому что, хоть мы и говорим, что он тоже должен, почему я должна, а он не должен. Но отчет сохраняет женщину. И, конечно, женщина, как хранительница ЧГА, она обязана и должна знать. Как с молоком, генетически, с молоком матери, вот, в Средней Азии, в мусульманском мире, женщины Кавказа, они знают, как себя вести с мужчиной. Славянские или европейские женщины не всегда, потому что они как-то вот, ну, не умеют, они не умеют надавливать на те точки, которые мы должны знать. Потому что наши мамы этого не имели, бабушки, и это нам не передавалось. Так вот, дело в том, что мужчина уходит, и он, ему проще, вообще ему проще строить свою жизнь дальше. Ну, порой уходит другой женщине или очень быстро находит себе второй половинку. А женщина остается. Она сделала все, чтобы он ушел. Ну, за исключением каких-то таких моментов, когда действительно ничего делать нельзя, там надо было с тобой не ходить. Но дело в том, что женщина в результате вот этой неожиданности она получает боль. Боль. И с этой болью ей приходится жить потом очень долго. И вот эта боль ей говорит о том, что она ну просто вот некрасивая, неумная, она вот такая, она сама себе говорит, что я никому не нужна. И с этой болью она просто, ну, попадает в депрессию и практически бывает так очень часто, что как бы вот жизнь она свою. Ну, просто списывая. Так вот, представьте себе, что произойдет, если женщина поспорит в позиции, вот я сама так хочу. Вот это было в фильме, мне муж вот поворот приоткрыл. Он говорит, а что будет? Я говорю, а ты посмотри сам. Потому что действительно вот ну, в 10 минут я была в восторге. Просто чудо. Я говорю, девочкам буду рассказывать. потому что я сама знаю, я как психолог, у меня были такие случаи, и вот где-то по своей такой внутренней вот чутью, что ли, женскому, я вот рекомендовала делать такие моменты, потому что вот даже когда я не попала вот в эту вот информацию, и мы встречаемся, вот у нас через год будет 50 лет после окончания школы, а мы встречались на 20, вот на 30 лет, как у нас была встреча, и что-то мы там уже потом после того, как после ресторана мы там пошли в квартиру одной из наших одноклассников, и уже так все расслабились, и там тоже завели вечную тему в общие отношения мужчин и женщин. И я так просто говорю, ой, да вы знаете, да я просто мужу отдам самую крупную сумму денег на самый красивый букет, и я сама куплю шикарный букет, чтобы он пошел и подарил той женщине, если он найдет лучше меня. Вот там был мужчина, который очень внимательно на меня посмотрел и потом говорил, какая ты хитрая или умная, что знаешь о том, что мужчину надо опускать, что его чем меньше держишь, тем крепче привязываешь. Вот когда попала мне эта информация, я это вспомнила, это было, это действительно фантастика, женщины меня смотрели как на ненормальную, вот я это помню, то вот сейчас я просто думаю, да, да, вот это здорово, и я очень многим как бы, как психолог подсказывала такие моменты. Так вот, и в фильме было то же самое, о чем я вам сейчас скажу. Так вот смотрите, представьте себе, вот мужчина, вот для мужчины остаться брошенным, что женщина от него уходит, это для него вообще невыносимо. Он начинает болеть, и он сделает все, чтобы вы заново в него влюбились, потому что он в вас любит-то художе. У него внутри будет такой переворот, неслыханный, 99,9% мужчин вернутся и вас помоляют никуда не деваться. Что нужно сделать? Мужчина стоит у дверей, говорит, дорогая, я ухожу. Все, мы больше с тобой, ну я больше не могу. Хорошо, она говорит, наберите мужество. Терпение и просто с улыбкой. Дорогой, как это здорово, что ты уходишь, потому что я тебя хотела об этом попросить. Нам надо расстаться, потому что я встретила мужчину своей мечтой. Он может уйти, он может кокнуть дверь, это что, стекло поглезает, но он придет через час к вечеру или через сутки и будет умолять вас остаться с ним, он будет вас везде сопровождать, даже если при этом он лет 10, о вас утирали ноги. И вот в этом фильме был тот же самый такой же момент, что просто-напросто семья, месяц назад он ушел к своей девушке, которая уже ждет ребенка, а у них тут с женой друг и сын, оба они еще молодые, где-то по 40 лет, и он приглашает свою жену в ресторан. И что шикарное, она приходит, она говорит, ой, нас же, мы могли так встретить, да нет, смотри, угощайся, что ты хочешь, и потом говорит, ты знаешь, ты только не плачь, ты, пожалуйста, только не плачь. Ты понимаешь, вот моей жене, вот моей девушке сейчас нельзя расстраиваться, она ждет ребенка, и мне дает командировку, мы должны развести, давай с тобой разведемся. а актриса, не помню, очень часто она играет, замечательная актриса, она так наклоняется и поднимает голову, и глаза у нее брыжут светом, она улыбается, она говорит, ой, ты знаешь, я тебя хотела попросить об этом, потому что я встретила мужчину, а это на самом деле по сюжету она встретила, и она говорит, мы хотим пожениться, боже мой, у меня муж будет заслужить, а у него просто лицо изменилось, он говорит, как это, я говорю, вот смотри, что ты, этот ее бывший муж, с которым она еще не развелась, у которого девушка, он, как ты посмела, как ты могла, как ты имела право это делать, потому что я только месяц как ушел, вот ты забыл, дорогой, что у тебя там уже ялечка скоро будет, вы знаете, и она говорит, все, дорогой, спасибо, да, мы разводимся, и ушла, она говорит, спасибо, я ничего не хочу, и вот его оставили в таком состоянии, потому что это на самом деле, для мужчины это шок, это боль, он не приносит подобную боль, поэтому вот это просто запомните, вот этот первый ключ, все, что ты делаешь, ты делаешь только для самого себя, и если вы им начнете пользоваться, вы, конечно же, будете всегда поступать правильно, потому что, и это то, что лучше всего вас защитит в любой ситуации, потому что я сама так хочу, вот это действительно магия, вот этого ключа, она заключается в том, что полностью изменяет вашу жизнь, потому что нужно просто научиться, пользоваться этим ключом, и вы поймете, что, что значит по-настоящему желать чего-либо, и как вот эти ваши желания будут воздействовать вообще на окружающую жизнь. Это основной ключ. Конечно, можно о них не говорить, но вот я, что могу сказать, вот есть такая, люби свою любовь к нему, а не его самого. Опять вот происходит то же самое, он вытекает из первого, и то, о чем я вам вот почти сейчас говорила, потому что вот смотрите, если вы любите свое чувство и свою любовь к нему, а не его самого, то есть вы ему показываете, что вы любите свое чувство, любите любить, но не его, нет зависимости, этот мужчина свободен, что самое интересное происходит, он понимает, чувствует вашу любовь, ваши эмоции, эмоции так увлюбленные, но он не видит вашей зависимости, а если он его не держит, в него не вцепляются, значит, он свободен, и вы свободны, а свобода, это вообще залог любого чувства, и он никуда не девается, вот такая вот поразительная вещь, поэтому, поэтому здорово, и вот шестой ключ, вот здесь быть самодостаточным, не нужно зависеть от него, и пусть он не зависит от тебя, конечно, это сложный ключ, то есть как бы вот, потому что очень часто мы зависим друг от друга материально, жизнь такая, то есть ипотеку, что-то покупать, то машину, то квартиру, то еще что-то, вечные платежи, вот это вот не очень как бы весело, но дело в том, что вот любая зависимость, уменьшает вообще естественное значение, любая зависимость, и очень часто вот уже, через какое-то время, люди говорят, ой, вы знаете, вот мы живем вместе, да, только потому, что вот нас держит там квартира, дача, или машина, или еще что-то, просто, вот, и, конечно, мы начинаем предъявлять претензии, обижаться, раздражаться, и, ну, что-то делить, что-то высказывать, поэтому вот, вывод, из того, что я вот хочу сказать, и что хочу сделать, вот как раз вот шестой ключ, как бы подводит черту, то есть, прежде чем вступать в какие-то отношения, вы должны четко знать, что вы хотите от этих отношений, или от этого объекта любви, выбора мужчины, секса, денег, там, имущества, квартиры, что-то еще, детей, может еще что-то, партнерство, вот должны четко знать, когда, когда вы знаете, ради чего, или почему, вы находитесь с этим мужчиной, я руками раз массиваю, поймала себя на это, тогда у вас вообще не будет к нему никаких претензий, ни ревности, ни гнева, ничего, потому что вы знаете, почему вы рядом с ним. Кстати, вот это очень хорошо, как бы принимается на Западе, они четко договариваются, и там социум немножко другой, у нас, если взять Россию, то у нас это сложнее, потому что мы очень сильно еще зависим обстоятельства, а там это в порядке вещей, это нормально, вот и все. И поэтому, тогда, вот когда, вот если вы используете этими, даже этими тремя ключами, то практически вы и любовь получите, и защитите себя от отсутствия любви. так, девочки, вам интересно еще три ключа узнать, или пойду дальше, потому что время, я вот уже, ну, 35 минут говорю, вам интересно тишина, а что, никого нет? третий, еще три ключа, вам говорить о них? Пишите, или пойду дальше, пропущу. Ну, вот, четыре человека, нас тут много. Так, да, хорошо, ладно, ну, ладно, уговорили, потому что, мне и сама не нравятся эти ключи, потому что, это правда, ну, просто, фантастика просто. И это очень важно, и мы этого не знаем. А вот, три ключей, вот, шесть ключей, и они ставят все на свои места. Я благодарю вас, девочки, за ответ, за обратную связь. Ну, что? Вот, и еще три простых ключа. Вот, партнер тебе нужен, только для получения удовольствия. Не возмущайтесь, но это правда так. Потому что, вот этот ключ, второй. Потому что, вот смотрите, ваш партнер, человек, который настроен на тебя, а ты настроен на него. И ваши эмоции очень легко передаются друг другу. Потому что у вас общий эмоциональный поле. И, особенно, быстро передаются, вот, все негативные эмоции. Вносит раздражение, страх. И поэтому, понимаете, вот, если хоть один из вас пришел домой, вот, с такой эмоцией, негативной, раздраженной, злой, недовольной, то, ваши эмоции передастся ему. И, и все. Испорченный весь, вечер, испорченные отношения, а порой, именно на этих эмоциях, люди просто разбегаются, потому что они договориться не могут. Так вот, как раз, и вот эти эмоции, они имеют очень глубокий способ. Потому что, вот, быстро от них не избавиться. Просто нужно принять это состояние, вот, пришел человек, воздраженный, его нужно принять это состояние, но не бежать к ему, ой, да я тебе, то есть, своей любовью, как бы погасить эти эмоции. Вы пусть подлится, дайте ему, вы пусть подлится. Пусть позволит себе это. А вы позволите себе это, ну, просто, ну, злишься, ну, хорошо, дай этому место быть. Потому что, если вы начнете пытаться гасить ее своей любовью, то вспомните всегда Христа, потому что, за любовь Христа, любящие им, люди его распяли. Поэтому, рассчитывайте, вот, на свои силы, и позволяйте человеку делить с вами радость, любовь, счастья, доброту, но, его злость, его страх, его раздражение на себя не брать. И сами эти не делите, не передавайте, потому что, вот, вот это правило, оно тоже очень интересно, потому что, вы постепенно приучаете свою половинку к тому, что там, где вы, это просто зона положительных эмоций. Это релакс, это оази, это просто вот то место, куда хочется вернуться, потому что мужчина идет туда, где ему хорошо, где он может отдохнуть, успокоиться, успокоить свои мысли, где он может расслабиться. Поэтому, конечно же, здесь, этот вот, именно ключ, когда, что партнер нужен только для получения удовольствия, он контролирует, самоуважение, потому что, хуже не бывает, когда вы любите человека, а вы плескиваете на него свои негативные эмоции. Поэтому, вот, это тоже защита. Он защищает, как раз, от любых негативных эмоций, вот, в позиции, тогда любви нет, потому что, если человек позволяет себе это, он просто не любит, это выполнит. Ну и вот, третья и четвертая, они, как бы, что, ваш партнер изначально свободен в своих отношениях, и тебе он ничем не обязан, но и ты свободен в своих отношениях, и своей половинке вы тоже ничем не обязаны. Это тоже ключи уважения. И, конечно же, ни в коем случае, никто из вас не должен терять своей свободы. И, поймите, вот, если человека нужно удерживать рядом с тобой, неважно чем, ну, это уже любви. И, поэтому, какой смысл удерживает, когда вы любите и хотите быть вместе? Если нет любви, человек держится рядом из какого-то принуждения или по той самой причине, что он знает, что ему нужно из этой любви. И тогда они оба терпят друг друга и не устраивают сцен неприятных друг другу. Поэтому, или вы вместе, или вы вместе по причине того, что вас устраивает это, то или другое, или вы не вместе. Потому что хуже нет, когда действительно любишь, даже если один любит, другой не любит. Вы простите. ну, зачем с этим жить и зачем с этим быть? Вот, вот то, что я хотела вам сказать про эти три ключа. Они вам понравились? Ну да, вот интересно, я все это поняла. Не буду вас дергать больше времени позднее. Ну и вот мы подошли к тому, что такое запах женщины. Вот его влияние на взаимоотношения между женщиной и мужчиной, между мамой и дочкой. И вот, причем тут световые энергии, да все при том же, потому что световые энергии, они действительно помогают во всем. Потому что, потому что это уникальная, сильнейшая вибрация энергетическая, такое действительно могут все и в любой сфере жизни. И я вот вам сегодня немножко расскажу, если будет интересно. Так вот, конечно же, вообще запах женщины, вообще запах, это очень серьезная как бы такая вещь, которая присутствует в нашем, среди нас, рядом с нами, мы сами тоже пахнут, тело пахнет. И, конечно, мы все имеем свой собственный запах. Потому что уже это ощущаем. И это очень важно. И вот очень часто бывает, начинают происходить конфликты в семье между самыми родными и близкими людьми. Это мама и дочка. И это имеет конкретную физиологическую основу. Это просто удивительно. Мне тоже, в общем-то, очень понравилось. Я буду об этом говорить очень коротко, потому что время позднее и я много на этом останавливаюсь. Но кратко скажу, что человеческий пот имеет нейтральный запах. Он практически не пахнет ничем. А вот есть очень занятный повод для появления запаха. Вот помимо акринности, это терморегулирующие потовые железы, есть апокринные железы. И они расположены только в подмышечных спалинах и в пахту. И как раз в большей степени именно они определяют, как пахнет, как мы чувствуем запах тела, как пахнет тот или иной человек. Это андростенон, мужской запах. И андростенон, женский запах. Так вот андростенон имеет такой сладковатый мускусный запах. И вот он притягательен для мужчин и остаток для женщин. А вот андростенон, это резкий мужской запах, он притягательен как раз четко наоборот. для женщин и абсолютно мужчина от него без него отворачивается. И поэтому, смотрите, если мы источаем запах здорового тела, он привлекательен для противоположного пола. Но не очень-то любят женщины, когда они видят в себе рядом с тобой красивую, интересную, молодую, здоровую соперницу. И это очень часто перекладывается кстати на отношения на работу. Поэтому если на вас очень покровительственно смотрят мужчины, а женщины устраивают вам такие головомойки, значит вы здоровы, прекрасны, хороши с тобой и все умеете и можете. Вот это у вас должно быть самостоятельно не должно заряжать. А не думать о том, что я наверное не такая, потому что меня все тюкают, а тюкают только по одной причине. Но как только вы заболеете, все станет на своем месте, а мужчина от вас отвернутся, а женщины привык вас в ухуд. Вот и все. Все просто. И вот железы, которые отвечают за то, что женщина пахла женщиной и имела сексуально притягательный уцепок, они как бы завершают свое развитие к концу полового созревания. Но когда половое созревание проходит, девушка, девочка становится девушкой, молодой самкой. И она начинает издавать вот этот притягательный сладковатый мускусный запах. И он очень интересен мужчинам. Они понимают, что самка созрела, что девушка готова к сексуальным отношениям, но женщины эти сигнальные запахи как бы воспринимают штыки. И что самое интересное, вот вдруг появляется очень неприятный, резкий остался с запахом. такой козлиный. И вот это сигнал как раз о том, что в отношении наступил фотосалоотделение, если так сказать, наступил дисбаланс и проблемы возникли гормональным фоном. Потому что работа сигнальных желез, она связана с гормональной системой и по изменению запаха женщины можно судить и о патологии и о колебании гормонального фона. Вот почему я говорю, что световые энергии здесь очень сильно помогают женщине. И вот эти сигнальные железы, они все реагируют на стресс. И стресс, который связан не с мышкой, который выскочил у вас из-за стола, допустим. Да, мы завяжем, так что уши затыкаем. Но стресса такого не будет. И вот эти сигнальные железы не испугаются. А вот стресс, который вызывается конкретно человеческим фактором, неважно мужской стороны или женской, он как раз вызывает реакцию желез, которая начинает просто вонять. И мужчина, если чувствует от девушки, что идет такой запах или от женщины, он понимает, что с этой женщиной никаких отношений не должно быть, потому что она больна. Как и в природе. Никогда больной самец не подойдет, ой, вернее, здоровый самец не подойдет к больной самке. И больная самка не подкусит самка к себе. Это вот четко в природе на физическом уровне это все как бы очень четко распределено. У нас же все по-другому бывает. И вот здесь как раз взаимоотношения между мамами и дочками как раз внимание для мам и для дочек. Потому что когда девочка повзрослела, она стала девушкой. И она вот издает вот эти вот сладковатые мускусные запахи. и для дочери запах матери не поменялся. А вот для матери запах дочки изменился. Дома пусть дочка, пусть она еще не очень окреплая, большая. Появилась новая молодая самка, на которую обращают внимание мужчины, в том числе и папа. Почему дочки с папами лучше ладят? Потому что они им доверяют все свои какие-то там шепчут на ушко, потому что возникает это притяжение. А мама не понимая, что с ними происходит, она не понимает, почему она вдруг становится агрессивной к дочке, она ее устраивает комендантский час. Я это прошла, я это помню. Я устраивала комендантский час. Час, когда она, допустим, опаздывала мне дочка на одну-две минуты, ее просто не пускало. У меня муж так, ну вот, у мужа была мудрая, умная голова, так, дочка так, все, сейчас, мамочка, иди сюда, дочка приходит, все, все нормально. Ну вот, это действительно было. И поэтому мать неосознанно страдает для дочери вообще неприемлемые условия существования. И дочка начинает просто мечтать уйти из дома куда угодно, только вот, потому что два близких человека не могут договориться. Мама как раз нужна бы дочке, а дочка ее не услышит. И действительно, вот ко мне приходили моих подружек дети, а моя дочка слышала всех, кроме меня. Это я тоже хорошо помню. Так вот, в общем-то, все вот эти вот разборки, претензии возникают только по одной причине, что вот этот отталкивающий, сладковатый мускусный запах. И когда мама знает, что происходит с ней, она просто, ей важно это знать, тогда все встанет на свои места. И мама не будет отталкивать свою дочку, и будут они просто очень, как бы сказать, корректно себя вести. Потому что и девочка, когда, если это домашний ребенок, то у девочки возникает стресс, возникает просто и болезнь на этом фоне. Поэтому просто нужно вести себя очень корректно всем. Поэтому а дочкам тоже надо помнить о том, что у них тоже наступит такой момент, когда они станут мамами, у них тоже подрастут дочки и все встанет на свои места. То есть то же самое они повторяют свой мамин путь. Дальше я еще немножко поговорю о запахе. Мужчины и женщины там кое-что скажу. А пока идем дальше. Как бы написали, интересно, неинтересно, может скучно, а то говорю сама с собой. Ну вот что еще опять? Что еще дает цветовая как металлогия? Она действительно дает много. Вот меня она поставила на лог. Я пришла к цветовой, как раз у меня просто сорвала в спину, об этом уже говорила на все эти камни, но именно вот тогда я получила серьезные такие профессиональные настройки, получала очень серьезные настройки для того, чтобы восстановить саму себя. Я восстановила себе печень. 4 марта у меня вот с ноября у меня был трех, 4 марта я сдала анализы, у меня все было в норме. И самое интересное, что мне хватило только одного сеанса божественного уравнивания позвоночника и спина у меня пришла в норму с той поры, пока у меня не было никаких моментов, что мне не нападется ничего, а был момент, что я 20 минут хорошо ехала одна в кухе, я нужно уже подъезжали к городу, мне нужно было одеть хотя бы носочки, я думала их одену на голову и ногу в кухле. Я 20 минут ловила момент, чтобы одеть носочек, одеть. Это просто я-то помню, это дикая боль. И вот, кстати, сейчас девочки меня принимают мистическую клетку, я тоже принимаю эти сеансы. Там как раз идет работа с линейтельной тканью, идет работа с пастой, со всеми этими тригерными точками, и они раздают, и мне уже пишут в публичку, говорят, что коленки начинают болеть, там еще что-то. Именно во время сеанса, потому что болезнь, это говорит о том, что начинается исцеление. Так вот, пожалуйста, потягивается кожей, действительно, идет сбор комплиментов, потому что вы другая, ваши глаза брызжут весельем, задором, любовью, вы все светите, действительно, прямо кожа становится гладкой, и она становится просто необыкновенной, потому что действительно, световая косметология очень же важна для женщин. Красота спасет мир, все слышали об этом, но ведь здесь имеется совокупность, в общем-то, красоты внутренней и внешней, и именно женщина развивает в себе внутреннюю красоту, проявляет ее внешне, потому что женщина богиня, а световая косметология, она работает действительно очень корректно, совершенно естественным образом, и, конечно же, работает на всех уровнях, наполняет светом вибраций, причем высших вибраций, и, конечно же, она работает на, вообще, работает на клеточной структуре, на уровне ДНК, и, конечно, вот я уже и говорила, и опять повторюсь, что когда хоть один сеанс кто-то принимал, он становится другим, поразительным, потому что, потому что, вот, состояние другое, состояние, которое является вообще естественным состоянием для женщины, потому что женщина, она богиня, она волшебная, и женщина принимает все, что к ней идет, и плохое и хорошее, она просто дает место всем быть, она как тот остров, который принимает все, потому что женщина, она принимающая, и она, если что-то плохое пришло, она знает, она находит его место, она его, где-то она что-то удобряет, где-то что-то она распределяет, но не все цветет, потому что она богиня, она волшебница, и ее сад цветущий, она берегиня, и, конечно же, меняется не только внешний вид, меняется внутренний вид женщины. И она становится светом и для себя, и для окружающих. Поэтому и, конечно же, меняется внешний вид, разложиваются и морщинки, и уходят отёки, кожа выравнивается, цвет лица улучшается. И, конечно, женщина просто начинает светиться изнутри. И, кстати, уже на первых сеансах чувствуется тяжко кожи. И причём даже многие, ой, подтягивалось, такое ощущение было, потому что, когда вы получаете энергию, вы можете её просто направлять, и можете просто направлять именно там, где вы хотите что-то потянуть, где-то что-то улучшить, где-то что-то разложить. И это всё намерение. Через намерение всё работает. И, конечно, женщина становится, посмотрев на себя в зеркало, становится отсюда радостно, весёлой, и действительно заполняет свой дом уютным, теплом, и... звоном детей. Поэтому, а когда женщина довольна собой, она вообще перестаёт судить своё окружение и становится принимающей. Поэтому женщина – это остров, который принимает абсолютно всё. И плохое, и хорошее. И всему дает им с собой. Это уже вообще, я давно проходила, именно о женщине, путь женщины. И вот всё вспоминаешь, и вот на ходу вам так это последовало. Поэтому это чудо. Это чудо действительно 25 века и нашего 23 тысячи лет. И вот, конечно же, действительно люди выяснили, что если люди не подходят друг к другу, на уровне запаха, построить отношения вообще невозможно. нас, поэтому мы с помощью запаха действительно говорим, всё ли у нас в порядке, насколько мы здоровы, насколько мы хороши, насколько мы можем нравиться, радовать другому. И поэтому запах – это очень мощная составляющая. Его не видно издалека, но он очень мощно ощущается вблизи. И вот в мозге есть древний отдел, который вообще отвечает за восприятие запаха. И причём он управляет бессознательно, бесконтрольный уровень и влияет на человеческое поведение. Поэтому какими бы мы сверхзорогущими духами себя не заливали, если у нас запах не подходит нашему мужчине, построить отношения практически будет невозможно. Потому что и вот опять-таки световая косметология, она, а запах мы уже знаем, что оттуда появляется вот этот хозлийный запах неприятный. То есть опять-таки гормональная, нарушена гормональная система, нарушена ещё что-то. И именно световая косметология, она, конечно же, помогает и даёт нам возможность быть здоровыми, красивыми и вкусно пахнущими. Вкусными. Ну и, конечно, любая женщина, конечно же, она мечтает быть молодой, красивой, здоровой и всегда мечтает быть притягательной для мужчины. Она мечтает выглядеть на 10, 15, 20 лет моложе. И я этого хочу. Я вообще хочу, у меня обратный отсчёт. Вот мне сегодня 54 года. Её с каждым днём будет всё меньше, меньше и меньше. Рекомендую всем так дома. И поэтому, как запустить программу омоложения, восстановить программу старения? Опять-таки, это будет световая косметология. Она именно это и делает. Останавливает, выпускает молодость. И женщина, которая меня рассказала об этом, ей 60 было, 63 года, выглядела на информацию. Так что всё в наших руках, всё в руках женщины. Вот. Ну, обо мне говорили, и действительно, я считаю, что возраст это выдумка в точных людей. Вот я говорю, вот примерно так сейчас, вот, где-то месячные, полтора месяца назад, мне просто щелкнуло, просто встала и я говорю, сфотографируйте. Вот я такая сегодня. Правда, стало лучше. Я, во-первых, с этого момента у меня ушло 6 килограмм веки. Так что, вот, пожалуйста, что делает ещё световая косметология. Пожалуйста. Да, я давно занимаюсь энергией, с 96-го года изучала самому метод силы, применяла его. В 99-м году, ровно 14-го декабря я получила мастера рейса и принимала его в каменной чаше. Потом мы ездили туда ещё 26-го января тоже в каменную чашу. Там такие сугробы, там действительно место силы это Жигуревские горы. Вот, поэтому это просто фантастическое, что и было полнолуние. Так что, тут само за себя говорит, полнолуние, кто в полнолуние рождает. И я уже тогда стала мастером рейса, закончила школу ДАИР, помню, 29-го декабря 99-го года. С 2005-го года я мастер космоэнергет, у меня много учеников, причём я их обучала живьём. И только с прошлого года я стала обучать космоэнергетов в онлайне. И очень хорошо энергии, просто замечательно. Но я, честно говоря, боялась. С мая месяца я получила магистр космоэнергетов и получила параллельно, правда, дали высшие силы, блокуста. Это что-то фантастическое. Такой красоты я не видела и таких красок, и не видела никогда в природе. В природе всё есть. Но такой красоты, что я увидела от высших сил, я не видела такой красоты. Вселенская красота, это какое-то чудо. Да, я мастер всех рейд, я мастер рейд Эгграсиль, мне очень нравится Эгграсиль, мне очень нравится Руджи, я обучалась и сегодня я как бы отслеживаю это, обучалась у Мили Мира у Геленочки Ароновой. Мастера просто мне очень нравится Дарина. И вот сейчас новое появляется, в общем-то, неинтересное. Да, я мастер выскочастотных настроек, третий нового времени, третий души, я цветовой косметолог, ну и психолог комплекта, у меня два высших образования. Второй я получила 53 года, учусь всю жизнь. Замужем в 45-й год, 47 лет мы знакомы с моим мужем, ну и счастливая у меня взрослая дочь. Ну это вот коротко обо мне. Говорить можно бесконечно, потому что о себе любимой. Вот. Ну что я могу сказать? Я, конечно же, цветовая косметология, как всегда, во всех случаях, это совместная деятельность человека и высших всех. И где после каждого сеанса действительно человек становится все только моложе и красивее, и духовно растет. И это единственный вид целительства, когда целитель вместе с своим клиентом умолаживается, усилияется, а не натягивает на себя старых символиков. И конечно же, ему помогают высшие существа света, вот Эшка, Азия, София, Мария, Магдалина, Архангел Михаил, Архангел Рафаил, и 36 высших космических сущностей. При посвящении вообще профессии световой косметолог в биополе человека фиксируется три световых кристалла, символы, которые топаны из божественного света. И вот есть определенные мантры, когда их произносишь, кристаллы включаются, и световой косметолог через них получает вообще лучи высочайших вибраций, которые нужны для проведения сеанса. И конечно же все происходит дистанционно, не нужно касаться, не нужно умасливать человека, то есть все делает энергию для тебя. И просто фантастика на генном уровне. Уничтожается матрица смерти, а ген смерти, ген старения практически выжигаются мощнейшей божественной энергией. Активируется ген молодости, разумеется, процесс очень постепенный, старение замедляется, останавливается, а потом оно просто идет в пять. И конечно же нужно просто понимать, что быстро ничего не делает. Нельзя заметить, вот мы копим у себя морщинки, нездоровье, мы же здоровьем не занимаемся, мы занимаемся болезнью, что делают наши врачи, лечат разного рода болезни. А человек должен заниматься здоровьем, он должен есть здоровую пищу, она не совсем вкусная, он должен помимо того, что заниматься в энергиями нужно обязательно применять физику. Звук есть, хорошо, ага, спасибо, сказали. Ладно. И, конечно же, вот из всех, кто... Это же такая эрешка, святая Хильдегарда Бингенская, она очень давно жила, в 12 веке, и ее считают основоположностью как бы световой косметологии. Она и ученая, и поэт, и композитор, и художник, и миссис, и травник, и целительный парфюмер. Она и была предсказательной, ее звали Рейнская Кирилла. Но, вот, только считается, что она, они очень много в интернете написаны. Вы захотите, вы можете это увидеть, почитать, найти. Ну, вот, я сама искала, почитала, мне это интересно было, и она еще в 3-х летнем возрасте как бы попала в другие миры, увидела какой-то божественный свет. Ну, ребенок есть ребенок, он много не скажет. И только вот уже, будучи в преклонном возрасте, она увидела. Вот, смотрите, вот, действительно, это дословно я вижу, вижу живой свет. Пока я его вижу, я чувствую себя как простая юная девочка, а не как старая женщина. Так она вот догадалась, что при помощи божественной энергии можно омолаживать. И, конечно же, она уже тогда готовила эссенции, брала все это, собирала растутся определенных страхов в определенное время, заряжала, использовала для зарядки светлой, а умыла, до сих пор, помыла. И полнолуния мы ждем, и новолуния ждем, чтобы загадать свои желания. И много чего ждем, потому что каждый лунный день несет что-то свое. И каждый лунный день можно проводить определенный обряд. Ну, кстати, когда человек верит, все получается, потому что вера это основа основ, желание и вера. Но вера это главное. А вообще, великий закон вселенной это закон любви. И начинать надо любить с себя, с самой себя. тогда любви хватит всем. Поэтому вот так зарождалась световая косметология, потому что в то время, когда она только могла молиться, только могла общаться с Луной и собирать вот эти вот травы, эссенции, заряжать все это молитвами. Времена инквизиции. Люди тогда мало помылся. и люди боялись всего, потому что страх попасть на костюм, страх, что на тебя донесут и все прочее. Ну, вот действительно, Кильдегарда уже думала тогда, что люди должны быть прекрасными, юными, свежими, как луч света. И поэтому она оставила много о ней можно почитать, поэтому я рекомендую вам почитать о ней, потому что есть и будет интересно. В интернете прямо ходите, Кильдегарда, Динге, и вы можете это прочитать. В рамках вебинара как бы я сказала только основное. Ну и конечно, цветовая косметология, что же она делает еще? Она конечно же действует омолаживающей на физическое тело, потому что укрепляется сринительная ткань, кожа по всему телу станет нежнее, клеточная структура тоже меняется, омолаживаясь. Оздоравливается физическое тело, органы тела, органы исцеляются на клеточном уровне, действует энергетически на световые тела, очищается световое тело и убирается приходящая посторонняя энергия, эмоции, эмоциональное состояние улучшает. Энергия действует омолаживающая на уровне ДНК. Из клеток ДНК вообще из клеток и из ДНК убирается энергия старения, то есть информация о старении. И происходит вот именно остановка программы старения, остановка, и устанавливается новая программа на омоложение и включается обратный счет времени. Тело и органы просто начинают омолозить. Поэтому это действительно поразительная просто энергия, которая дает очень многое и она просто уникальна. Ее можно принимать в любое время, когда угодно, где бы вы ни захотели. Я принимала театр. Я смотрела мой любимый театр наций, смотрела и слушала Неронова и принимала энергию через намерение. Чупан Хаматову забыл я не так зовут. И, конечно, я предлагаю, конечно же, чтобы такой банальный вопрос кто хотел бы так же? Так же хорошей превражаться, странить, здоровей в домашних условиях, потому что не надо будет именно вот профессия, я предлагаю вам профессию нового времени, обучение 23 дня, то есть не более 23 дней, цветовой косметолог, получайте сертификат обучения индивидуальные, глаза в глаза, вы меня там увидите всех живьем, кто решится там не прийти на обучение. Получается три посвящения, четыре энергии, энергия объединения 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 С этой энергией можно лечить людей, собачек, птичек, рыбок, кисов, деревни, растения, сад, огород. Можно лечить, естественно, людей, своих домашних, тебя, близких, родных, знакомых, подруг. Что можно еще? Открывается на ситуацию. Она лечит ситуацию. Девчонки, мне сами подсказали, кстати, вот у Светозары, именно она мне это подсказала. Боже мой, как это здорово. Я благодарю Светозару и всегда вспоминаю об этом. И она также открывается на пункте. И я сама, когда ездила, мне нужно было поездить на Эльбрус, я ездила в сентябре, тоже заказывала погоду. Вот до меня ездили, после меня ездили, было холодно. Мы ездили, было просто замечательно. Погода была, солнце было нормальное, оно не слепило так, как всегда описывают на Эльбрусе, что там просто сгорает. Нет, было не холодно, было просто комфортно. Ну это просто какое-то чудо было. И, конечно же, стоимость сегодня вообще, стоимость индивидуального обучения стоит от 8-9 тысяч. Я сегодня предлагаю, именно сегодня, 5-600 и подарок коллективный сеанс «Серебряный сервер» и «Серебряный ветер». Коллективный, мощь коллектива всегда очень мощная. Девочки это знают, принимают. Ну, подарков, когда вы попадаете в общий час закрытый, то подарки у меня практически, ну, бывает, ну, каждый месяц, а то и каждые две недели. И еще. Вот если вы оплачиваете до конца вебинара, подарок, настройка, фокусальный талисман. И супер подарок, который не знали даже организаторы. Настройка «Белое пламя». Но только, вот, настройка «Белое пламя» только тем, кто оплатит до конца вебинара. Это поразительная настройка, это просто, она не сослана Архамбелом Гавриилом. И, она, во-первых, готовит человека к получению настроек, если он никогда не работал с энергией. Она подходит для, вот, тех, кто готовит энергетические тела к принятию новых вибраций. Очень мягко, нежно убирает энергетические блоки, прочищает чакры, каналы, меридианы и выравнивает ауру человека. И, она хороша для мастеров в повседневной жизни, помогает вернуть душевное равновесие следствовать в ситуации, балансирует энергию после активной работы или выплеска эмоций, убирает впоследствии чего-то чужого глаза, недоброго глаза. Настройка. Настройка имеет символ в виде трех лепестков белого пламени. Это поразительная настройка, она просто уникальна. Я ее тоже буквально недавно вытащила. Мне нужен был подарок, а, по-моему, тоже цветожарь. Я решила сделать подарок. Ну, только что, дай подарок. И я просто вот думаю, какой подарок, что-то... И вдруг рука сама потянулась, вдруг глаза падают на... Вот останавливаются на белом пламени. И я понимаю, что подарок это просто, ну, это просто чудо какое-то. Вот. И, конечно же, вот... Сейчас я об этом пламени еще просто расскажу. Здесь написала отзыв женщина, буквально сразу какой-то она его получила. Она написала, вот, я его просто решила, вот, сегодня добавила сюда, и вы его посмотрите, зачитаете. Чем выгодно? Вот это сплошная выгода. Пять-шесток. А если оплатите, еще получаете такие настройки. Так, Лариса, это индивидуальное обучение. Мы с вами решим, в какое время вам удобно принимать занятия. Только с вами решаем. Здесь коллективные только, ну, обычно это суббота. Или воскресенье коллективные сеансы. Поэтому занять, я все объясню, как это работает. Потому что сразу энергию нельзя передавать. Сначала идет энергия вознесения 9-9-9. Потом канал космической клиники через 3-4 дня. Далее идет, также через 3-4-5 дней, энергичистая карма. Далее идет, также через 3-4-5 дней, энергия объединения. Потом я вас подключаю к этой, как бы, цветовой косметологии. Как бы вилочку такую даю. Потом передаю вам весь пакет. И с самого начала обучения я вам даю большой пакет, где все понятно. И тоже там есть ответы на вопросы. То есть я уже начала это давать. Раньше не давала, сейчас поняла, что ко мне приходят поразительные, уникальные мастера. Они сами, учителя, то рейки, то тета-хиллеры. У меня 7 тета-хиллеров пришли ко мне обучаться. Это просто фантастика. Как они все это получают. Не само у них учиться пора. А они пришли обучаться именно цветовой косметологии. Выбрали меня по энергии. Потому что вообще каждый приходит на свою энергию. Он приходит и выбирает того учителя. Нет ни плохих, ни хороших учителей. Они все одинаковы сегодня. Очень хорошо, если будет как можно больше цветовых косметологов. Поэтому каждый приходит на того учителя по какому-то зову души, по притяжению, по энергии. Поэтому это здорово, что есть много учителей, которые могут об этом рассказывать, этому обучать. Это просто очень здорово. Поэтому это очень выгодно. Что такое 5-6? Да, мы все пенсионеры, это же пенсионерка. Но это порой бывает стоимость одного крема, которого хватает на 2-2,5 месяца. И все. Крем вымазан. А дальше что? С вами это остается навсегда. Вы становитесь косметологом. Вы получаете сертификат. Кстати, девочки, я уже подготовленный сертификат, а скоро всем разошлись. Недавнего выпуска. Вы сами себе целитель. Вы сами себе, кстати, энергия чистая карма сегодня передавала мне, девочки просто видят замечательно. Они говорят, боже мой, какая энергия идет. Она все чистит. Зачем еще что-то брать, когда вот это замечательно чистит? Вы практически получаете полный набор инструментов. И получаете хрустальный калисман, который работает на, что я скажу, он работает именно на эмоции. Он выдает замысел. Он убирает ссоры. Это вообще супер. Его очень люблю. И выгодно. Вы сами себе в любое время можете давать сеансы глубокого и внешнего наложения. Сеансы канала космической клиники. Сеансы энергии чистой кармы. Энергия вознесения. Энергия объединения. В энергию вознесения вы открываете, вы можете проработать любую эмоцию. Любую свою эмоцию. Гордыню. Зависть. Ревность. Там еще какие-то. Потому что эмоции мы переполнили. Они к нам пришли с прошлой жизни. Так вот, вы можете прорабатывать и наблюдать. Проработали и смотрите. Ага, проработав одну эмоцию, вы увидите, как вокруг вас будет вообще окружающий мир меняться. Потому что не мы меняем людей, а мы меняем себя. Меняем свои отношения к человеку. И тогда у человека все меняется. Он просто удивляется. Боже мой, мне что, глаза были закрыты? Вот и все. Поэтому это очень выгодно. Вам не надо будет бегать по салону к определенному времени, тратить на это деньги. Они маленькие, сегодня проезд. Даже если вы на собственной машине ездите. Все то же самое. Амортизация, бензин и все прочее. И не тратите свое время. Вы дома принимаете. Все в замечательных условиях домашних. Поэтому рекомендую. Вот просто и всем рекомендую. Приобретать именно профессию. А я обучаю, да и очень много. И вот, пожалуйста, Гульнара пишет, что получила достройку. Мы с мужем купили квартиру на востроке без отделки. Муж занимается сейчас там установкой сантехники, оборудованием. Дело что со скрипом. Ничего не получалось. У шаг в работе не лежала. Уходил поздно и приходил за помощь. Применила эту энергию, делая пламя в ситуации. Взяла и поместила квартирку вместе с сантехникой, любимым мужем, шаг спето. И наполнила этот шаг белым пламя. И отчуда. Муж радостно сообщил мне пару дней назад, что дело длило в этой точке. При этом очень воодушевлен. Перебегает на детку, рано утром, возвращается в ужин довольный и счастливый. Вот вам, пожалуйста. Поэтому, ребята, это правда. Это так и работает. Там действительно шар света помещается. И это чудо. А вот символ, он в корону чакру подает. Ну и вот еще что хочу сказать. Это мне написали, прямо вот сегодня написала мне Гуля. Я благодарю ее. Вот она просто дар обучения светового косметолога. Она всегда внимательна. Она сама цитатила. Она сама имеет очень важный опыт. Она вот наблюдает действительно, что, как меняется жизнь в процессе настроек. Она стала спокойнее. Все дела делаются быстро, легко. Время всегда остается. Раньше всегда ощущала себя в жесточайшем стрессе, много чего не успевала. То есть стала чувствовать изнутри, что нужно в первую очередь делать. Ночью снятся красивые сны. Появились в этой практике, появились новые возможности исцелять, в том числе и световыми энергиями. Поэтому, вот в моих планах работаю дальше световыми энергиями. То же самое произошло со мной. Мне задавали вопрос. Вы же космоэнергет. Вы сегодня магист космоэнергет. А почему? Тем более я имею блок-кут. Это вообще супер. Это вообще дается, простите, я не хвастаюсь, но дается действительно не каждому. Тем более я не просила. Я даже не знала, что есть такой вкус, а я его получила. И такое чудо увидела. Это три дня посвящения, три дня. Лучше, лучше, лучше. Я увидела в конечном итоге филигранную решетку на черном... Простите, Владарьки Малерьевича. Это чудо какое-то. Это просто, это что-то вообще фантастическое. Так вот, то же самое. Я забыла про космоэнергетик. Я ее использую, я ее даю. Использую то, что работает очень хорошо на щитовидную железу. Но я больше работаю с световыми. Это вообще уникально. Это действительно уникально. Но вот серебряная энергия, а именно серебряная энергия и именно мистическая клетка, программа регенерации уходов за кожей, она мне как бы дала толчок к тому, что я вышла вот без серебинаров. Я просто раньше... Знаешь много. Вот сегодня я поэтому не веду просто, как бы не говорю только о световой косметологии, я просто показываю, в каких моментах жизни человека световая косметология, вот световая косметология может нам помочь. Потому что, ну, можно раз просто сказать, два раза рассказать. Вот мне больше интересно что-то еще такое отношение, потому что у меня был вебинар, я его проводила, и мне очень хорошие были отзывы, как выйти замуж и там осталось. Я просто вот, есть у меня такой вебинар, но я его вот в бок уже не веду. Так что, девочки, вот кто не решился, решайте. Ну, вот энергия вознесения, она активирует еще ораловую чакру и ловину чакру. Человек становится действительно бесстрашным, полновешным, гармоничным. Энергия объединения, она также активизирует две чакры. Это омега чакра и альфа чакра. Это очень замечательные чакры, которые также помогают в работе с мистической клеткой. А мистическая клетка – это вообще уникальное явление высших сил. Ну, вот что еще хотела вам сказать немножко. Вот энергетически важные зоны человека. Времени не так много, и я просто быстренько пробегусь по ним. Так, сколько я уже веду? Времени? Ну, час девятнадцати, да. Ну, я уже сейчас, в принципе, еще минут десять. И будет сеанс. Сеанс будет хороший. Сексуальная энергия. Если вы захотите, поставьте плюсики, что вы хотите именно сексуальную энергию. Тем более ночью перейдет. Вот. Завораживаю. Так вот, энергетически важные зоны на теле женщины – волосы, глаза, шея сзади, плечи, запястья, паху, бедра. Так вот, волосы женщины – это сексуальная энергия, это сила. Но если волосы распущены, она теряет энергию. Многие, опять-таки, очень многие религии как бы закрывают женщину, носят плоток. Но не все могут носить плоток или там, допустим, какой-то пучок делать и все прочее. Глаза отражает ум женщины. Но если женщина на кого-то вдруг, на нее посмотрят какие-то недобрые глаза, а она схватила этот взгляд, это тоже будет проблемой. Или просто-напросто, если она чуть дольше обычно посмотрела на мужчину, то вы долго объясняете ему, что она просто посмотрела, а не для чего-то. Не каждый мужчина это поймет. Шея сзади – самая слабая зона женщины. Не каждый тоже будет носить постоянно бусы, цепочки, браслеты и все прочее. Потому что это получается как проклятие в спину. Это очень энергетически точка прогиваема. Она просто вот такая серьезная. А плечи и запястья, они источают вообще очень мощную энергетическую, вернее, сексуальную энергию. И также во многих традициях принято это закрывать. Пах и бедра. Девочки, там же наши детородные органы находятся. Маточка. И если туда все смотрят, женщина даже может заболеть. Она может практически не родить. Не могут быть тяжелые месячные. А особенно взгляды женщин в эту зону, они опасны мужских. И, конечно, это все нужно прикрывать. От щеколоток до колен – точки, которые отвечают за генетику рода. Мне очень нравится мужчина, щеколотка, женщина. Поэтому там аккумулируется энергия ее рода и следующих поколений. И, конечно, вы сейчас можете, что же, одеваться, наверное, как монашки. Не надо одеваться как монашки. Я вам предлагаю и тоже опять сегодня просто именно для Ирины Литвиненко. Потому что вчера, не вчера, я выступала 14-го, цены у меня были другие. А здесь я просто совершила ошибку, а потом, ну, ничего не бывает просто так. Значит, эта ошибка должна была быть. И поэтому цены сегодня ниже, чем даже были 14-го числа. И чем будут, допустим, возможно, завтра. Потому что завтра я тоже буду выступать, но цены там, возможно, будут другие. И, возможно, что-то будет другое. Вот серебряный плащ, посвященный. То есть вот этот плащ я предлагаю вам одеть на себя. Стоит в интернете он от 4 тысяч. Сегодня я предлагаю за 1700. Вы можете ее купить сегодня за 1500. Это мощная защита индивидуальная. Защищает чакры, тонкие тела. И идет такое зеркальное отражение. И если калкул на вас очень нацелился, то он, как от электрощитка, получит мощный удар. Очень мощная защита. Она эффективнее космоэнергетической. Космоэнергет имеет защиту тройную. Плюс на его защите стоит... Космоэнергета вообще трогать нельзя. На его защите стоит очень мощный канал. И он не спрашивает. Я вообще ни разу не просила. Никогда, чтобы он... Ну я просто прощаю. А прощение, это сильнее бьет, чем все что угодно. Наверное, каждый знает об этом. Потому что прощение и благодарность. Любовь, прощение и благодарность. Три поставь, на которых стоит и держится я. И все добрые отношения. Поэтому я вам предлагаю переходить, приобретать, потому что это очень замечательная энергия. И вот девочки пишут. Вот, пожалуйста. Увидела. Я, кстати, вижу почти каждый раз, как он одевается на ученика. Серебристый белый плащ с капюшоном. Плотная энергетика. Получается, что вот очень часто бывает так, что я почувствовала защиту. Мощную защиту. Потому что у меня актриса Лондона. Известная актриса, ее многие знают. И она покупала этот плащ, приобрела. Я на нее одевала. Она говорит, надо же. Впереди прозрачная, такая прозрачная, как плюта, закрытое лицо. Она говорит, подворачивается под ноги. Вот этот плащ подворачивается под ноги. Я говорю, ну вот так. Вот пишет Лондон. Это просто супер. Вот это энергия. Что с макушкой, над макушкой головой виден, опускается плащ. И это действительно вот просто кто-то ощущает тяжесть. И все понимают, что все, вот он, отделся. Поэтому я рекомендую этот плащ иметь всем. Ну, вы знаете, вот по серебряным энергиям. Конечно, серебряных энергий, вот их много. Вот я здесь указала любимые. Это вот серб и лекарь, я сюда не написала. Но вот и глаза, и горло, и град, и суставы, и лимба, и квадрат, и кровь, и вода, и туман. Ничего не только они лечат. Это просто не восстанавливает. Серебряные древа рода и серебряные березы вообще работают с родом. То есть тут просто есть и мощные энергии знаний, и мощные лечебные, мощные денежные, мощные просто трансформирующие. Просто это суперэнергия. Поэтому и вот я сейчас готовлю, конечно, только по серебряным энергиям. Потому что надо по ним пройти, надо их предложить. Девочки мои, вот что хочу остановиться. Серебряная лимба, серебряная кровь, серебряная вода, серебряный серб, серебряные лекарь. Очень часто я провожу, практически каждый месяц, хоть один из этих энергий я провожу как коллективный сеанс. Потому что это очень серьезная, очень важная энергия. Вот он, серебряный серб. Он работает мощный очищающий канал. Причем автоматически работает, работает автоматически до полного очищения пространства. Очень много изменений идет. Потому что убирается все. Он работает с момента возникновения рода. Мы работали, я работала с этими энергиями 5 месяцев в группе. И у нас женщина одна, она видела, как эти вот слои уходят, откуда уходят. Работают, даже если вы с Аклантида. Это правда фантазия. Косит всю нечисть, весь негатив. Блокирует гипотогенные зоны, убирает негативные привязки. Вообще вычищает. Вычищает она, работает с эмоциями. Она очищает эмоции. И когда мы проводим эту, с этой энергией проводим работу, то мы очищаем помещение, очищаем площадки, куда выходит квартира. Очищаем эмоционально сон всех проживающих. И работаем практически от подвала до крыши дома. У меня одна ученица с Эмиратов, у них 55 этажей было. Мы все это прочистывали. Очень интересные происходят потом изменения. И эта энергия работает в паре с серебряным лекарем. Потому что вот действительно все тело гудит. Чистка наимощнейшая. Клеточки тела вибрируют. И как будто вот тело проходит через плотное сито. И вот дальше. Вот серебряный лекарь. Он лечит почти все заболевания, кроме рака 4 ступени. Конечно, это все опять-таки. Вот лекарь, он же не мгновенно работает. Но он убирает причины. Причины, в средствах которых стали заболевания. И также работает с пламентами декларирования рода по всем нашим воплощениям. Он очищает и активизирует три нижних чакры. Это манипура, свадхистана и мулахара. Три основные, отвечающие за материальное, за любовь и за рост по карьере. И четыре, с четвертой по седьмой чакры тоже чистые. Восстанавливает гормональный фон. Сам диагностирует человека. И быстрее, чем человек еще не знает, что у него болит. Он находит проблемное место и лечит. Работает замечательно в спаре. Потому что один канал очищает все. А серебряный лекарь пролечивает, исцеляет и заполняет стерильными энергиями. Все эти пустоты. Вот, пожалуйста. Как много дёрщиков чистили мои энергетические каналы. Было щёкотно-резкое, покалывание. А вот здесь вообще интересно очень. Больная нога, варикоз. Сначала гудела, потом раздулась. А потом приняла опять стандартные размеры. Единственное, пока мне не записали, что там вообще. Но у меня у мужа страшный варикоз был на одной ноге. Он ударил тело в молодости. 27 лет. И у него просто вены, они втянулись туда. Это просто тебя... Дай я поглажу твою мышку. Просто, знаете, я когда это увидела первый раз, я была в шоке. Надо же! Вены ушли внутрь. Вот так. Ну и, конечно, я не могу не предложить. Именно посвящение в Серебряный серп. Посвящение в Серебряной реке. Посвящение стоит очень дорого. От 4 тысяч и выше. У меня стоит 2,8 тысяч. Серебряный серп считается одним из самых мощных. И Серебряный крот. Самыми мощными энергиями и серебряных энергий. Вот посвящение, вот как бы вот такая цена, да. Вот если вы приобретаете посвящение в 2 каналах. Серебряный серп и Серебряный лекарь. То это стоит 3,500. Ну и подарок, конечно, энергии объединений. Потому что эти энергии я не могу просто передать. И у человека не было никаких практик. Нужно обязательно повышать уровень их калибрации. Не я, а Высшее Селое. Я делаю такой подарок. И, ну если вы купите вот это сегодня. То получаете, во-первых, еще сеанс. Коллективный сеанс Серебряная лимпа. И цена за три настройки будет по 1600. Всего 3,200. Ну и если вы примете, вообще приобретете 3 энергетических канала. Серебряный плащ, Серебряный ферк и Серебряный лекарь. То стоимость будет у Вас 4,500. Подарок энергии объединения. Групповой сеанс. Вот я здесь не дописала. Но здесь тоже самое Вы получите белое пламя. Я настройку. Если Вы купите все 4, вот 3 за 4,500 и сегодня. То Вы получите настройку белое пламя. Это тоже очень удобно. Вы сами себе можете восстановить. Вы будете мастером этих настроек. Получите документы и просто будьте мастером этой энергии. И потом этой настройки. Вот, пожалуйста, Серебряная лимпа. Она действительно опускается густая энергией. Заполняет все тело. И видела всю лимфатическую систему. Прокачивали как будто насосом через все тело. Все, что было темное и нечистое, уходило в колоду. Это лимфа. Она замечательная в работе. И это очень серьезная лимфа. Потому что она отвечает также за генетику рода. Ну и конечно, что могу сказать. Женщины вообще, как бы не женщины, а вообще женские возможности безграничные. Женщина может все со цветовыми энергиями. Она тоже может все. Потому что очень много энергии. У меня их больше. Только вот цветовых больше 300. И не считая уже космоэнергетические мастерские и магистровские. Это просто. И блок-куты там вообще мощнейшая энергия. Всемогущая. Ну вот я опять-таки рассказываю о световой косметологии. Потому что энергия очень подходит практически всем. Они очень лояльны. Идут очень нежно, неуловимо. Они идут. Каждый ощущает это. И конечно, хотите быть здоровыми, красивыми, молодыми. Это световая косметология. Потому что просто все, даже как сувениальное просто. Приходите. Я готова буду вас обучить, если вы надумаете ко мне прийти. Если я вам подхожу. Если вам вдруг понравилось что-то. Поэтому начните свой путь в своем преображении. Можно со мной. Можно с кем-то другим. Не важно. Главное начать. Потому что вообще моя такая рекомендация. Начните заниматься какими угодно энергетическими практиками. Раскрывайте свои способности. Потому что каждый из вас сам себе целитель. Он может исцелять себя. Помогать другим. А также омолаживать себя. И омолаживать других. Поэтому я вас благодарю. Я вас всех люблю. Я благодарю, что вы сюда пришли. Мне это приятно. Будет еще более приятно, если были желающие, кто захотел бы заниматься меня. И это опять-таки будет великая благодарность Вселенной. Потому что у световых косметологов будет просто увеличиваться армия световых косметологов. И еще. Я вас всех благодарю. Если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте. Если нет вопросов, пишите. Хотите ли вы получить. С энергией внешнего омоложения. Оно дает более быстрый результат. И я добавляю раскрытие сексуальности. Напишите плюсики. Хотите ли вы это получить? Я буду давать. Не хотите? Я давать не буду. Я бы хотела. Вот тут у нас много. Поэтому, пожалуйста, поставьте плюсики. Это как добровольное. То есть вы даете согласие на то, чтобы я проводила для вас сеанс светового омоложения. Это ваше согласие на это. Так. Так. Я благодарю вас. Очень хорошо. Сейчас я замечу время. Сколько это будет. Садимся удобно. Можете лечь. Поставьте. Вы можете себе. Около себя поставить крема. Открыть крышечку. Убрать. Конечно, снять лучше кольца. То есть все металлические предметы лучше убрать. Хотя я даю установку, чтобы не терроризовали присутствующие металлы в креме человека. Но лучше все-таки его убрать. И заземляемся. Повторяем за мной. Я прошу. Вдох. 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 И намерение. Я такая-то такая. В каком-то городе. Здесь и сейчас. Я принимаю от мастера Галины Сея энергию внешнего умоложения в раскрытии моей сексуальности. Вплетели с прекрасной музыкой золотого сечения, где вы приобретаете внутреннюю гармонию, внутренний баланс. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...